На строительстве нового моста через реку Сош ситуация изменяется каждый день. Еще неделю назад дорожники возили сюда песок для прокладки подъездных пусей, а сегодня уже начинают укладку грунтового покрытия. О масштабах говорят цифры, только для создания насыпи было перевезено почти 100 тысяч кубометров песка. Активные работы продолжаются и на самом мосту, однако самое сложное уже позади. Самая сложная часть, ну тут в принципе все самое сложное. Это и вылезти земли, то есть возвести опоры, фундамент сделать. Также это и сборка металлического предостроения, его надвижка, очень сложно. И самый сложный процесс это опускание на опорной части этого всего моста. Длина нового моста около 550 метров, общая площадь почти 6900 квадратных метров. Для строительства потребовалось 2700 тонн металлических конструкций. Исходя из расчетов специалистов, он должен прослужить не менее 100 лет. Открытие моста для движения транспорта запланировано на 7 ноября. Правда, все будет зависеть от обязательных проведенных испытаний. Испытание будет происходить таким образом. На мост будут загоняться автомобильный масс, 20-тонные, груженные грунтом и устанавливаться на проезжей части. Научно-исследовательский институт Белдурни установит датчики и будет смотреть реакцию моста на определенную нагрузку в различных пролетах. В РУП «Гомель Автодор» обращают внимание. Речь идет именно об открытии движения на новом мосту, а не сдаче всего объекта. По проекту, который сейчас проходит экспертизу, необходимо будет разрушить старый мост и на его месте в 2021 году построить новую, более надежную конструкцию. В связи с тем, что рядом находятся дачные кооперативы, вариант с отведением русла реки и взрывом пролетов здесь непригоден. Взорвут только те части, которые находятся над землей. Остальное разберет специальный кран грузоподъемностью 300 тонн. Автомобильный кран переедет на мост, он будет стоять не на мосту, а под мостом. Будут устроены два островка в русле, на котором будет стоять кран. И он попеременно начнет разбирать методом обратной сборки, разбирать блоки. По одному блоку будет снимать в каждую сторону. Один блок весит порядка 50 тонн. После разборки блоков руслового пролета остальные опоры будут взорваны. Между тем, открытие нового моста сегодня ждут не только владельцы транспортных средств. Перераспределение потока после закрытия движения на областной дороге не самым лучшим образом сказалось на экологической ситуации в Гомеле. Резко возросшее на городских дорогах количество большегрузных машин автоматически увеличило выбросы в атмосферу не самых полезных для здоровья веществ. Сегодня в городе Гомеле в Гомельском районе выбрасывается около 40 тысяч тонн загрязняющих веществ от автотранспорта. И если сделать, разложить их на Гомель и Гомельский район, то это порядка будет 35 и 5 тысяч. И поэтому мы понимаем, чем больше транспорта пойдет, минуя город Гомель, и, соответственно, в связи с этим меньше загрязняющих веществ выбросится на территории города Гомеля. Поэтому эта транспортная развязка напрямую связана с загрязнением города Гомеля выбросами от автотранспорта. Еще одна проблема, которая возникла после увеличения потока грузового транспорта через Гомель, касается состояния дорог. В первую очередь на участках, которые использовались для проезда по городу. Несмотря на то, что дорожники периодически проводят здесь ремонтные работы, ситуация остается непростой. То, что фуры идут через город, это ненормально. Ну, это ненормально для водителей. Дороги разбиты. А если что придет, сейчас осень вот настала, они что же, асфальт мокрый, они больше разбиются. Ездить стало более так трудновато. Так называемая колейность безопасности движения явно не способствует. Как бы ни старались конструкторы легкового автотранспорта, но создать подвеску автомобиля, которая позволила бы без проблем двигаться легковушки в колее, практически невозможно. Вероятность сломать что-то в машине, а то и попасть в аварию в таких условиях вовсе не исключение. После открытия движения по новому мосту ситуацию начнут исправлять. Большой грузный транспорт разрушил часть улиц и дорог города. В составе проекта мы их будем восстанавливать. Мы уже приступили к восстановлению, но основную часть выполним в следующем году. Силами подрядчиков и Гомеля Автодора. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко. Новости недели.